Девушки отдыхают Снег несет, словно пушинка Он падал с небес, он падал с небес Дичьим танцем Кружась Так попробуешь его Поймать Друзья моя Пускать пузыри Я поймала Поймала что-то невероятное, Рикард Я поймала каштан на голову Гоблина А ты подросла Привет, Эрик Что-то случилось? А ты возмужал Я еле узнал тебя Кац Кац, ты жив А тебе два года не было ни слуха, ни духа Где ты пропадал все это время? Подожди, Рикард Прежде всего Где каска? С ней Все хорошо? Что-то не так? Каска Каски Здесь нет Что? В смысле ее здесь нет? Что это значит, Рикард? Почему ее здесь нет? Где она? Рикард, отвечай Где каска? Это же тот мальчик Это я Это я виновата Это полностью моя вина Это все из-за того, что я ее с собой взяла Это произошло примерно месяц назад Когда она подолгу находилась в пещере, то начинала плохо есть и спать Поэтому Эрика время от времени брала ее с собой и собирать ягода Когда я обернулась, ее уже не было рядом Я искала до самого заката, но так и не нашла ее Рикард, и чем ты занят? Ты же знаешь, что сказкой Почему ты ее не ищешь? Почему ты здесь? Сказка Ты дурак, Кат! Дурак, дурак, дурак! Как ты можешь говорить такое? А где ты был? Ты оставил ее здесь А потом взял и ушел куда-то на два года Ты не знаешь, что чувствовал Рикард Он искал ее, целый месяц искал Он же не мог искать ее вечно Но Рикард, он вернулся Вернулся к нам Есть причины, из-за которых я не могу уйти Ну и шо вы там подняли? Хрен уснешь Куда? Ой, не делай такое глупое лицо Оживших мертвецов здесь нет Здесь всего лишь старый больной дурак Чего? Не, она не по мою душу Я просто старый И вот уж как я начал думать о тихой смерти Преперся этот шумный идиот Ты успел застать меня живым Видимо, боги благоволят тебе Но Нет у нас времени на болтовню Показывай свой меч и доспех Зазубренная засохшая кровь и ржавчина Выглядит так, будто ты их лет десять носишь Простая заточка тут не поможет Ты прямо ходячая проблема И вот полагаю, ты чаще сражаешься, чем ешь или спишь Продолжай в том же духе, и ты скоро свихнешься Опять? Да не делай ты такое глупое лицо Что ж, если бы ты избавился от ненависти То держу пари, ты бы сейчас здесь не стоял Тогда Два года назад Эдарикер приволок у вас двоих полуживых И о понятии не имел, что свое произошло Но потом, когда заявился тот монстр Мне кажется, я начал понимать Понимая, с какими тварями ты воюешь Я не знаю, куда тебя приведет этот путь Но Но я знаю Куда тебе приведет жажда мести и ненависти Ну так как Смог ты убежать от своей ненависти? Отдалил жажду мести там На поле боя Что? Просто послушай Бред умирающего старика Ненависть Это место, куда люди бегут от своего горя Месть подобна крови, запекшейся на мече Дабы излечить раны свое в сердце Ты топишь меч в крови Меч ржавеет И чтобы он остался острым Тебе приходится точить его снова и снова Пока в итоге Отмечание останется лишь пыль Ты что с тобой? Собрался мне лекцию читать? Ты выбрал не самый худший путь Но в твоем сердце трещину Страх Оставил ее Ты не знаешь Ты не понимаешь Ты не понимаешь Здесь, в этом уютном тихом месте Безо всяких сожалений Собираешься уйти из этого мира Ты ничего не понимаешь Никто Ни одна душа не понимает этого Все мертвы Никого не осталось Они ничего не могли сделать в один миг В один миг, как насекомых Ничего Ничего не понимая Они все Такие молодые Останься они в живых Они бы не сделали ничего великого Но в тот миг Для меня Я бы что угодно Одного из них ты отказался И ушел один Два года назад Когда она выжила вместе с тобой Ты ушел один Ты не смог разделить боль с той, кого любил Ты сбежал Один Ты сбежал Предпочитая сгорать в огне ненависть Я не прав Ты обвиняешь Рикерта Но сам-то ты что сделал Как ты можешь говорить о месте со друзей Когда сам ушел Оставив ее здесь В итоге ты выбрал одиночество Забыв обо всем Кроме битв Ты как потерянный на поле боя меч Зазубренный Погритой кровью ржавчиной Треснувший посередине Сломанный меч Сюда, сюда, это здесь Вон, гляди Берсерд Плачущий огонь Это же Кладбище Я сделал их, пока учился ковать мечи Знаю, число не совпадает Да и там в земле нет тел Это просто чтобы помнить о них Мы ведь делали так После битв, помнишь? Два года Этого достаточно Чтобы человек изменился Пока я убивался ненавистью Рикерт сделал это Смирился с гибелью Начал новую жизнь Это его духи Так ты тот самый мальчик Которому помогли тогда Так ты, оказывается, друг Гатца? Похоже, так и есть Получается, именно благодаря тебе, Кацекаска Выжили в тот день Спасибо тебе за это Все подчиняется закону об условленности Ну или что-то вроде того Получается, наши судьбы и правда переплетены Моя судьба тоже В задницу судьбу Кстати, твоя боязнь эльфов прошла? Нет, пока нет Ну, раз такое дело То попозже я обязательно ее вылечу Нет, пожалуй, не стоит Хм Здесь ничего не изменилось Здесь точно жили эльфы Никакие злые духи Тебя здесь точно не достанут Я понимаю, тебе тревожно, но Отдохни это ночью Нам о многом следует поговорить Но сперва мне стоит поработать над твоим мечом и железной рукой Ты так часто их использовал, что едва не сломал Тебе придется подождать, пока я их починю Рикерт А ты будешь спать со мной Насчет того, что я наговорил тогда Прости Все в порядке Я тоже прошу прощения Я виноват, но За эти два года, что я пробовал здесь Какие-то проблемы Хорошо, кое-что важное Ну, думаю, мы пойдем Спокойной ночи Спокойной ночи Встретимся вновь на тропе судьбы Не могу Даже зная, что где безопасно Я не могу уснуть без меча Но, возможно, я вообще больше не смогу спать нормально до конца своей жизни Ты вышел один Ты не смог разделить боль из твой командир Ты сбежал Один Ты сбежал Почитая сгорать у меня ненависть Я не сбегал Я не могу от этого сбежать От этих воспоминаний Вышенных моим правым глазом Страх Ненависть Возможно, все вместе Мне ни за что не унять это темное пламя Если мне его не унять Если не сбежать от него Мне остается только пылать И слепой дядя не у моих врагов Продевай Кровь Убивай Вечное жарство Вечное единичество Навсегда Наверное, я буду все сказал про жена Как я могу ее оставить? Что я могу сказать теперь? И как я могу говорить о месте за товарищей Когда я бросил ее здесь? Когда бросил отряд сокола? Точнее, бывший командир Я не собираюсь его признавать Мне плевать Мечта у него была там или еще что? Он ушел нас по собственной воле Разве не так? Ушел, а мы остались страдать Как я могу назвать такого человека товарищем? Ты уже оставил нас Не взваливай себя слишком в руках Просто возьми ее с собой Если понадобится сила Иначе она У тебя твоя собственная битва, так ведь? Тебе нужно идти Даже если в одиночку Тебе нужно идти Так и есть С тех самых пор У меня нет никаких прав И я сам Начал эту войну Совсем не об этом Я мечтал, когда решил уйти тогда Никто не заставлял меня это делать И я сам Начал эту войну Но Но все же Меня Жжет не только черная плата Теплый костер Ты видней Все еще горит у меня в груди Точно Этот золотой оконюк Не он И спасал меня Бездны черного пламени Что я наделал? Неужели Я снова Совершил ту же самую ошибку? Я что? Сто упустил самое важное И даже не заметил этого Опять? Я брусил самое дорогое Что у меня есть И даже не понял этого И западут На святой земле Слепые овцы Соберутся Я высветусь Дом пламени Нет Еще не поздно То светлое пламя Еще не погасло Нет Еще не поздно На этот раз Я клянусь Что больше никогда Не потеряю ее Берсерк В свету и землю Час первая Все еще работаешь А это ты Ну да Тебе чего не спится Ну если я усну То есть риск Что меня съедет У тебя плечи затекли? Моя пыльца творит чудеса Так что могу помочь Нет спасибо Можешь еще какая помощь нужна? Вам не скажешь Но я мастер на все руки Да нет спасибо Ой-ой-ой-ой-ой Кстати пак Я хочу сказать тебе спасибо А? За что? С тех пор как мастер года слег А каска потерялась Эрика перестала улыбаться Но благодаря тебе Сегодня она весь день смеялась Ну да, детишек я веселить умею. Ну и за гадца. Когда он уходил, у меня было какое-то чувство. Я переживал, увижу ли я его вне живого. Кроме того, я беспокоился, будет ли он еще тем гадцем, который я как-то знал. Ну теперь он вернулся. Кое-что в нем, конечно, изменилось, но он так переживает заказку. Так что это все еще тот гад, с которого я знал. И думается мне, в этом есть твоя заслуга. Да, я уверен в этом. Гад все еще может улыбаться, потому что ты был рядом. Ой, ну ты меня это смущал. Да еще и так серьезно все это сказал. Ладно, давай я тебе уже с чем не помогу. Да ладно, не надо. Ну и что это за галдеж посреди ночи? Всякий раз, как он заваливается сюда, он приводит с собой не вещь то. Мастер, что вы собираетесь делать? Работать, что же еще? Пока еще есть сила, нужно прокалить этот меч. Вам же нельзя, давайте я... Заткнись! Рикард. Позабудьте о Берике. Она... Она не моя дочь. Она потеряла родителей во время войны. Наши дни это не редкость. Так уж случилось, что я проходил рядом. Ее дом был в огне, а она стояла там, плакала. Я решил взять ее к себе. Распит. Это было совсем на меня не похоже. С самого рождения я ничего не знал, кроме Кузнец. Но ладно. Она помогла почувствовать себя человеком. Но сейчас... На пороге смерти только пламя может согреть меня. Куду? Хороший меч. Даже потрескавшийся и заржавевший. А внутри он абсолютно цел. Хорошая сталь его уберегла. Даже покрытый клещенами. В огне он родится заново. Скажи этому идиоту. Чтобы не становился таким, как я. Как тебе новый доспех? Года сделал его, надеясь, что ты вернешься. То, что надо. Легкий и удобный. Хотя по виду и не скажешь. А я сделал тебе новое пороховое оружие и усовершенствовал арбалет. Было непросто, но теперь его будет легче использовать. Воу. Неплохо. Гац. Как ты собираешься найти каску? Бесцельные поиски могут длиться вечно. Кстати, насчет этого. Ты не знаешь, тут поблизости нет места, что называют Святой Землей? Ну, либо какое-нибудь место, где собираются пастухи и овцы. Святая Земля, Святая Земля. Пастухи. Ну что, есть какие-то мысли? Ну, если подумать, то если двигаться по тракту на северо-восток, то примерно за три дня пути доберешься до храма Святого Альбиона. Его еще называют Башней Осуждения. Может, это оно? Башней Осуждения. Я ничего не слышал про пастухов, но говорят, что там собираются толпы беженцев, бегущих от чумы. А также, что среди них скрываются и ретики, и скоро туда прибудет инквизитор Святого Престола. Скорее всего, там будет казнь и ведьм. С трудом верится, что каска может оказаться там. В ее-то состояние она вряд ли смогла уйти так далеко. Или у тебя есть какие-то мысли на этот счет? Да, есть. Пусть и небольшой, но есть шанс, что она там. Пока мне этого достаточно. Ага, значит, пока мне не было рядом, что-то произошло. Впервые езжай вот таким. Интересно узнать, кто такая эта каска. Ну что ж, я пошел. Гац! Обязательно ее найди. А когда найдешь, возвращайтесь сюда. Года! Ты отличный кузнец. Пока-пока. Когда я вернусь, мне снова понадобится твоя помощь. Да что ты говоришь! Черт, я чуть не сдох, пока я выковал. Даже не думай об этом. Ну же! Крой бы оглянулся. И вот так всегда. Ну, пап! Должна быть, это была последняя наша встреча. Но у тебя даже минуты об этом подумают нет. Ну, это даже лучше, чем прощаться в слезах. Вот так и выходит. Ты бежишь к одному, не замечая другого. Такова жизнь. Такова жизнь. Месяцом ранее. Похоже, вся страна решила переселиться. Их гонит не только Чума и Город. Судя по докладам, несколько дней назад Куршанская армия захватила власть Мидланды. Римхейм захвачен. А королеву Шарлотту нигде не могут найти. Это звучит печально. Попридержись свой язык. Если Куршаны захватили Мидланд, то ничего хорошего нас не ждет. Святой Альбион, куда мы держим путь, в подчинении Святого Престола, но находится на границе с Мидландом. Разве Куршаны недавние противники нашей веры? Время ли сейчас о казнях думать? Если ситуация изменится, Святой Престол уведомит нас. До тех пор нам следует молча исполнять возложенную на нас миссию. Леди Форнета сегодня не духи. Уж не задоволен, что я снял задание по поимке Черного Мечника? Подрудитесь объяснить, что все это значит. Вы потратили целых два года на то, чтобы найти и поймать Черного Мечника. А потом он сбегает прямо у вас из-под носа? К тому же, ты потеряла стольких людей в попытке поймать одного человека. Это неприемлемо! Да, но... Рыцари Железных Цепей — это ведь армия. Во время сражений всегда случаются потери. Кажется, вы так и не поняли. Рыцари Железных Цепей нельзя сравнивать с обычными солдатами. Они являются символом Святого Престола. Глаза Божьего на земле. Но раз уж мы символ Святого Престола... Попридержи язык! Какая наглость! Это значит, что вы нужны нам для церемоний. Тебе следовало бы знать, кто такие рыцари Святых Железных Цепей. Они сыновья знатных вельмож из соседних государств. К счастью, ты сама из знатного рода Вендемионов. И благодаря вашему отцу удалось сильно уменьшить ущерб, нанесенный вашими действиями. Но число пожертвований все равно сильно сократилось. Традиционно рыцари Святых Железных Цепей возглавляет Дева. И по сей день всех это устраивало. Но, возможно, пришло время отказаться от этой традиции. Поимка Черного Мечника была вашей личной инициативой. И, учитывая последствия, мы вынуждены приостановить эту задачу. На вас же будет возложена новая миссия. Хотя то, что было известно по слухам о Черном Мечнике, и было похоже на Сокола Тьмы из Пророчества, это еще не значит, что это один и тот же человек. Тем не менее, мы изучим ваш доклад. А теперь свободно. У нас сейчас нет времени на Черного Мечника. Поддержу. Нам необходимо срочно обсудить так называемые явления Сокола Света. Доклады о нем в последнее время участились. Зафиксированы случаи даже здесь, в Святых Землях. Силой будет обладать только то чудо, что случилось на самом деле. Взять под контроль эту силу, это, несомненно, долг Святого Престола. Чудеса, Сокол Света. Я видела нечто совсем иное. С вами все в порядке? Да, все хорошо. Просто не думай об этом. Это не могло быть явным. Я не могла. Не думай об этом, это была иллюзия. Это невозможно. Сейчас же нужно сконцентрироваться на задании и обеспечить конвой Инквизитора. Даже если Господь не явил мне своих чудес, пока во мне жива вера, мое сердце спокойно. Десанечка, молитв! Это неправда, я... Дело явно не только в отмене заданий. Но это новая миссия. Защищать этого человека, Боже, до чего мы докатились? Дорогу! Дорогу, Черт! Я сказал, дорогу! Дорогу, какой огромный фургон! Черт, да че они там о себе возомнились? Чш, живо заткнитесь! Вы что, не видите огромную повозку, обитую железом? Это ведь повозка самого Инквизитора. Инкви... что? Да еще и непростого Инквизитора. Видите эти четыре красных колеса над повозкой? Это знак самого Мозгуса! Кровавого Мозгуса! Это он? Он испытывает самые разные виды казней. Только единицам из допрошенных им удалось остаться в живых. На войне выжить легче, чем рядом с ним. Говорят, что любая мелочь... Мушка на теле может стать причиной для обвинения в колдовстве или ересе. Его боятся все. Вот почему он стал нашей целью.